Доброе утро, уважаемые коллеги. Спасибо за приглашение на эту замечательную школу. Зовут меня Мамлива Юлия Юрьевна. Я врач-химиотерапевт в городе Уфа, Республика Башкортостан. Я хотела бы представить вам клинический случай на тему возможности индивидуализации лечения больных HER2-неонегативными вариантами рака молочной железы. Хотелось бы напомнить о том, что заболеваемость рака молочной железы растет. Синим цветом показана Российская Федерация, а оранжевым цветом Республика Башкортостан. Здесь мы видим рост заболеваемости в период с 2011 по 2014 года. Что касается распределения случаев по возрастам, то пик заболеваемости рака молочной железы приходится в подгруппу от 50 до 70 лет. Все мы прекрасно знаем, что существуют определенные подтипы рака молочной железы. Тема моего доклада – это все-таки гормональная терапия, поэтому я хотела бы определить место именно этой терапии. Это люминальные А и Б подтипы. Алюминальные А и Б хердванео отрицательные – 66% ориентировочно, и люминальные Б хердванео положительные – около 9%. Какие гормональные препараты мы используем в гормональной терапии рака молочной железы? Это, соответственно, антиэстроген, томоксифен, фульвестрант, фульвестрант плюс палбокциклип, нестероидный ингибитор ароматаза, нострозол и литрозол, стероидный экзамистан, опять же комбинация экзамистан плюс виролимус, мегистрол, но и также авариальная супрессия. Но что хотелось бы сказать по поводу авариальной супрессии, этот метод не используется как метод моно-отлечения, а именно только лишь комбинации все-таки. Что касается моего клинического случая, пациентка 70 лет, на данный момент ей 70 лет, диагноз – рак левой молочной железы, Т2Н0М0. Пациентка обратилась к нам в апреле 2009 года, жалобы у нее были на образование в левой молочной железе, причем опухоль была расположена в верхненаружном квадранте. После соответствующего верификации процесса и обследования пациентка была направлена на оперативное вмешательство. Естественно, ей была предложена радикальная резекция, которой она отказалась по собственным соображениям. Мы сделали радикальную мастектомию по модену слева. Гистология – это железисто-солидное карцином молочной железы, лимфатические узлы были свободны от метастазов. Это классический люминальный апотип – эстроген 2+, афрогестерол 1+, хердванео статус отрицательный и ки-67 всего лишь 7%. Соответственно, люминальный апотип, мы все прекрасно знаем, что это благоприятный прогноз. Почему? Высокий рецептор эстрогеновых рецепторов, статус хердванео отрицательный, ки-67 достаточно маленький, то есть всего лишь на самом деле 7%, лимфатические узлы свободны от метастазов и также маленький размер опухоли – Т2. Соответственно, адекватным лечением в настоящей ситуации было назначение гормонотерапии, а именно антиэстрогены – это тамоксифен в дозировке 20 мг в сутки ежедневно внутрь, который она принимает с мая 2009 года по май 2013 год. Принимает она по месту жительства, никаких левопобочных эффектов у нее нету, под наблюдением онколога по месту жительства. Ориентировочно в феврале у нее появляются боли в костях. К сожалению, она к нам не обращается, приходит только в мае 2013 года, когда у нее обостряются еще более выраженные боли в поясничном отделе позвоночника. Естественно, мы проводим ей обследование, а именно остеосцентографию, на ней множественные метастазы в кости. Лабораторные показатели в норме. УЗИ органов брюшной полости малого таза, рентгенография – все чисто. Возможная тактика лечения. Ну, естественно, это возможно. Химиотерапия, какие режимы – антрациклины, токсаны или же другие. Или же все-таки это гормональная терапия. Опять же, нестероидный ингибитор ароматаза, стероидный, фульвестрант или же комбинации фульвестрант плюс палбоциклип и экзамистан плюс северолимус. Естественно, химиотерапия используется только лишь в случае наличия висцерального криза, а его здесь нету, и также при известной ранней резистентности гормональной терапии. Соответственно, стандартам РУССКО алгоритм выбора терапии первой линии люминального метастатического рака молочной железы все-таки является гормонотерапией. А именно, это ингибиторы ароматазы или же фульвестрант. Что хотелось бы сказать насчет данных препаратов литрозол, антрозол, фульвестрант 250 или же 500 мг. Медиана общей выживаемости на фоне фульвестранта 500 мг в подгруппе после тамоксифена оказалась больше. Практически на 6,5 месяцев. По сравнению с дозой фульвестранта 250 мг. Если мы сравниваем группы анастрозол, литрозол и фульвестрант 250 мг, то, в принципе, клинически значимых различий в медиане общей выживаемости здесь не наблюдается. По поводу токсического профиля фульвестрант 250 мг и 500 мг в принципе тоже здесь различий не наблюдается. Соответственно, адекватным лечением с учетом вышесказанного мы выбираем следующее лечение. Лекарственная терапия, а именно это гормональная терапия в ее случае, это фульвестрант 500 мг один раз в месяц. Ну, естественно, в первый месяц была сделана дозировка первый 15-й день. Данный препарат пациентка принимает по настоящее время. Согласно рекомендациям, она его будет принимать до неприемлемой токсичности или же прогрессии заболевания. Также, естественно, необходим был бифосфонат, была назначена заледроновая кислота в стандартной дозировке 4 мг один раз в 28 дней. Данный препарат пациентка принимала в течение 12 месяцев и затем была переведена на следующий режим заледроновая кислота 4 мг один раз в 3 месяца. Ну, естественно, данную пациентку беспокоили достаточно сильно боли в поясничном отделе позвоночника. Была консультация радиологов, которые назначили дистанционную лучевую терапию. Суммарно очаговая доза составила 42 грея. Таким образом, наша пациентка стабилизирована с метастазами в костями уже более 4 лет. Благодарю за внимание. Проходит ежегодное обследование. Спасибо, Юлия Юрьевна. Вопросы, комментарии? Пока зал думает, Юлия Юрьевна, я хочу отметить ваш очень хороший, качественный, грамотный разбор. Спасибо. И те вопросы, которые у меня возникали по ходу вашего доклада, вы их тут же разрешали. И даже то, что назначение режима остеомодифицирующих агентов, то, что я хотела вас спросить, оцелесообразно ли перевести на режим поддержки. Но вы наверняка безусловно назначаете комбинацию с препаратами кальция с витамином Д3. Но у меня вот вопрос. Мы понимаем все-таки, может быть, это не тактично по отношению к пациентке, но по отношению к врачам, онкологам. Нам все-таки интересно, а какие у вас варианты, вы наверняка думаете, как вы будете лечить потом? Что будет дальше? Да, что будет дальше? Да, да, да. Я тоже достаточно много об этом думала. Но то все зависит от ассоциации. Появится ли у нее все-таки на самом деле вот эти вот висцеральные метастазы, висцеральный криз? Или все-таки это будет прогрессия по костям? Либо мы все-таки перейдем к химиотерапии, либо мы будем тревожить наших врачей-радиологов, пытаться что-то облучить? Хорошо. Но если у нее не будет висцерального криза, будет появиться новые костные очаги, болевой синдром, вы локально проведете лучевую терапию, в случае назначения гормональной терапии какие бы препараты назначали? У вас был тамоксифен, был у вас сейчас фулвистрант. Дальше что вы будете по этому поводу думать? Я бы, наверное, назначила бы ингибитор ароматаза. Ингибитор ароматаза. А какие? Стероидные, нестероидные? Литрозол, астрозол. И уже при прогрессии уже перевела бы на эвизместан. А было бы место, вот вы упоминали в своем докладе, таргетные препараты, палбоциклиб, эвиролимус, с вашей точки зрения. Да, конечно. Где их место в комбинации с гормонной терапией? В какой ситуации вы бы назначили? Комбинацию палбоциклиба с литрозолом или с фулвистрантом, или же, значит, комбинацию ингибитора МТОР эвиролимуса с, ну, предполагаем, с экзаместаном. Когда бы вы их назначили? После ингибитора форматаза нестероидных литрозол или анастрозол. То есть, вы если бы назначили литрозол нестероидный, потом вы могли бы рассмотреть экзаместан с эвиролимусом. А место было бы циклиба? А, ну, тогда да, на самом деле. То есть, вы сейчас, в принципе, рассматриваете такую возможность комбинации с... Да, 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 да. Немножко растерялось, простите. Не, ну, вы все очень хорошо отвечали. Какие будут вопросы из зала? По-моему, подробный такой полноценно действительно сформированный доклад. Спасибо большое, Юлия. Спасибо. Спасибо.